Очередь команды Сил Света запрещать героя. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Чаганарт. Продолжение следует. Приготовьтесь к битве. Это весьма важная игра, с которой они еще могут пободаться, если выигрывают 2-0. Да, и если в параллельной встрече будет 4 очка у обеих команд, то бишь, если параллельная встреча в Vega LC закончится с счетом 1-1, у них действительно будут шансы. Ну давайте прыгать конкретно в игру, потому что у нас там уже идут погони за героями, там уже обнаружили туха. 30 секунд до начала сражения. Неплохо его погоняли. Я понимаю, что мы красивые, но хватит уже у нас. Мы очень красивые. Да, это правда. Спасибо гримеру за это. Поехали, поглядим, кто на ком будет играть. Команда Рокс. Терн Рокс. Терн? Рокс. Кленов Пейн. БЗЗ. Арс. Зик играет на Диз Рапторе. Йол. Тусик. Седой играет на Бригернауте. И на свою легкую линию убежал Гостик на Легионке. Команда Элементс. Элидан будет играть на Тине. Меланхолия. Бэтрайдер Скринс. Росмейдж. Кингерна. Виспей. Генерал. Эмбер Спирит. Ну, от Элементсов, я думаю, вы еще не успели отвыкнуть. Потому что они играли предыдущие две карты. Да, уже успели нам немножечко приесться. Но, вообще, поглядим сейчас, как на линиях будут стоять ребята. Тут Диз Раптор Джаггернаут. Очень интересная дабла. 2 в 2 решили здесь ребята поставить против Петуха и Имбиря. Это весьма интересно. Почему? Потому что Эмбер Спирит может попытаться как-то побрыкаться против этих двух пацанов. А вот Скайрос Мейдж нет. Как только Скайрос Мейдж появляется здесь на линии. Его начинает бить Диз Раптор. Бьет, 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 бьет. Просто входит там с ним, тыкуется, тыкуется, тыкуется. Если только вот такая фигня не происходит. И Скрин не будет просто в холдауну закидывать голубей. Так вот, если у Арзика получится немножко поразмениваться по здоровью. И в один прекрасный момент просто жмакнуть Глимс. То Джаггернаут сожрет. Курицу. Да, так и есть. Тут ты прав. Еще смотри и Тусик подошел. Тусик подтянул сюда весь скрин, но Тусик не особо ощущает. А, смотри, там генерал умер. Вот и все, вот и Кёрсблад. Достаточно легко и просто. Точно так же, через Глимс только не со Скаймагом решили разобраться. Пока Экскейпу Имбир Спирита нет, он очень уязвимый таргет. Тем более для физдэмэджа. Сейчас пока и для магии тоже. Даже Флэйм Гуард мы уже разбирали во время предыдущей игры. Ничего не вкачано. Даже если был вкачан Флэйм Гуард. Ну 50 урона за абсурд был бы он. И чё? Чтобы от этого поменялось. Смотри, просто приходишь Гернаут и снимает ему там по 50. А Скаймаг ничем не может помочь. Мы ещё раз напомним то, что элементцам нет смысла потеть. Очень жёстко. Разве чтобы порадовать своих фанатов. Они могут показать какую-то очень качественную игру. Но я думаю, что они морально и физически уже устали. После предыдущей катки, которая была очень-очень важной. Они её, к сожалению, проиграли. И теперь уже вряд ли хватит духа, чтобы серьёзно отыграть для следующих игроков. Можно продолжать долго отмазывать команду элементц, если они сейчас будут действительно играть очень плохо. И в принципе это даже действительно не отмазки, а вполне себе объективные причины. Если действительно задуматься на этот счёт. Так что, да, всё внимание приковано к команде Рокс. Для которых каждое очко конкретно в этой встрече на вес золота. Ну ты только сейчас проиграл потенциальную путёвку на мейдер. Ну какой у тебя настрой играть? Ну да, да, естественно, естественно. Я же поэтому и говорю, что если действительно взвесить всё, то так и получается. Потому что моральный настрой он сбит просто хуже некуда. Мне кажется, если бы была возможность портифай написать... Парфейт имеешь в виду? Парфейт, да. Парфейт, да. Парфейт — это другой немного. Да, они бы, наверное, такие. Пёртые English skills. Спасибо. Даже не зря за Лондон конспирас и болею. Ну, в принципе, да. Вы из Кибриджи или Оксфорда? Виктор? Я... Средний, что-то. Смотри, тут опять петуха поймали. Башню 7-ми наверху. Тут видится, что он спасет. Виспа его спасет. Виспа его действительно спасает. А дальше что? Вернаут ещё фьюри не потрачено. Поэтому, если что, выпад он сможет сделать. Ну, они сейчас просто крепчика за собой вели. Ну, таким образом, Тинни остаётся в миде один. А Тинни один против Квапы со вторым ножом. Очень плохо себя чувствует. Очень плохо себя чувствует. Это сто процентов. Кстати, Бэтрайдер гоняет Гостиком. Гостик с Тастиками. Он прекрасно понимает, что без них против Бэтрайдера не постоять. Нужно постоянно обузить. Так как только на тебе побольше стаков накапливается, ну, как-то игра здесь и будет развиваться. Бэтрайдер не особо мешает легионке фармить. Легионка Бэтрайдеру тоже не мешает фармить. Ну да, а что она ему толком сделает? Вообще, Легионка против Бэтрайдера весьма неплохо. Там Джиггернаут. Ещё один фраг на Эмбер Спирите. Я вот так уверенно говорил про то, что умирать будет Скаймак, но Скаймак, походу, не дурачок подходить близко. Держит дистанцию, закидывает сугубо голубями. А Эмбер Спирит, хочешь не хочешь, подходить близко нужно. Потому что тебе как-то надо добивать крипов. Кстати, на верхней руне ещё одна стычка. Тинни заходит. Тинни, правда, прокаста пока ещё нет, но совсем скоро будет. Находит он Queen of Pain. Прокаста слишком мало вкатывается. У нас Тусик на Виспа. Ещё два удара по Виспой. Елидан тоже здесь умрёт. Возможно, выберут ещё Йола. Да, Йола забирают, но сам Элидан погибает. И это очень, очень плохой размен для команды Elements. Разменом трудно вообще назвать. Тускар был разменной монетой. И то повезло, а там минус ещё и... Внизами Джиггернаут, поэтому он легко догоняет любой таргет. Он быстро передвигается. Я думаю, сейчас ещё собрал барабанчики какие-то. Которым бы ещё быстрее носился. И просто избивал любого, кто встает на твоём пути. Потому что Эмбер Эскейп ещё толка не появится. Четвёртый уровень. А Джиггернаут уже пятый имеет. Внизу Бэтрайдер убивает. Ну, 6-1. Это полный развал. Тебе может умереть сейчас Гостик. Да, он просто загорел. Не смог выбежать из этого огненного логова, которое Бэтрайдер организовал. Йол хочет, наверное, на развороте немного нападать на Скрина. Да, скорее всего, так и получится. Потому что есть вард здесь. И под этот вард Гримс используется очень хорошо. Сайленс на Йола, но действие Сайленса не слишком продолжительное. А такую? Пошёл просто Бэтрайдер. Слушай, Бэтрайдер тоже хочет убить Йола. Ну, Йола, скорее всего, и убьёт. Да. Догорел Йола. Ещё и может на Арзика погореть. Там уже третий стак. Есть лапсо. Презатак. Слишком рано был кинут. Пошла дуэль. А тут Эмбер Спирит своим гвардом нет. Да, это тоже такая битва непонятно кого, непонятно с кем. Гостик, кстати, в итоге этой битвы, скорее всего, и погибнет. Хотя... Уходит. Подходят крипчики. Отпивается он потом. Там презатак сейчас будет. Вот. Презатак уже есть. Ой, да ладно! Посмотри, как мало здоровья остаётся. Тут ещё Бэтрайдер. Костик, Костик под презатаком. Килится. Стики прожимает и вкатывается. Тутик уже на меланхолии. И папчик продолжается. Весёлый. Не, весёлый. Я ничего не говорю. Весёлый. Бэтрайдер ещё и улететь собрал? Да, Бэтрайдер собрался улететь. У него опять остаётся... Башню светом не центральной линии. Атакую. Махач просто лютейший. А на топе в это время фармит джаггернаут. А джаггернаут уже шестой есть. У них слэш имеется. Поэтому соло-таргет, который прилетит на ТП, может сразу пострадать. Начнут гнать. Бить. И гонения. Его адрес используют. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Тини с арканрункой. Тини с арканрункой это очень прикольно. Подошёл на халяву за 140 маны. Залил. Подбросил. Квопа также потягивается сейчас в центр. Уже с третьим криком. Ещё ножик один закинуло. Скаймак тоже в миде мы видим. Ой-ой-ой. Подставляется. Очень сильно подставляется. Квопа в миде подставилась. Очень сильно подставилась. Генерал. А генерал дуэль получает просто в лицо. И риск лицом умрёт. Умирает. Сработала ещё контратака у гостиков. 1620 победы играется. Много дуэлей выиграл. Не первый раз играет на этом герое. Не Пушкин. Ну да, у того не задалось немного. Вашню сил тьмы на нижней линии атакуют. Команда не поддержала. Можно поломать. Да, там. Можно сейчас было чуть-чуть немножко... Чернухи. Но я воздержусь. У меня уже прям такие перлы пошли. Ну ладно, я себя вовремя успел подловить. Кто у нас там в центр возвращается? Возвращается у нас сюда Тини. Пока без поддержки Виспа. Вис пока находится на базе. Но тоже готов, я думаю, прилететь сейчас с телепорта на любую из линий. И внизу сейчас возможно разразится схватка за рунку. Но нет. Никто не успевает подойти. И баунтируно достается легионке. Там рун и Виза забирает Сускар. Который сейчас попробует, наверное, реализовать. Тем более там выход от Тини. Пытались БЗЗ. Есть Соник Вейв у Квапы. Поэтому Виспу надо быть аккуратней. И Лидан заходит. ПЗЗ. Станчик не получил. Накричать ли на Иллидана или нет. Вот в чем вопрос. Ну вот Туск сейчас появляется. Сейчас должен быть умный слэш, наверное, от товарища Джиггернаута. Он там под Сайленсом, но это не мешает. Ему просто бить руками. Так же, как и Квапе. Квапа тоже хорошо раскисталась. И генерал убегает. А я считаю, кстати, кинь, кинь, кинь. Но его видят. Он просто бежит на дворе. Все прекрасно понимают, где он бегает. И буквально через одну секунду Квапа должна за ним отправляться в погоню. Да, вот он прыгает. Вот он нож. И еще и кинь. Здесь дуэль можно кинуть. Конечно, можно кинуть дуэль. Это уже вторая дуэль, выигранная для Агустика. Что я могу добавить? Вообще, у Роксов все замечательно. Вы видите, и по нетворцам, и по личным, и по суммарным. Они сейчас начинают ворваться вперед. 2000. Это только сейчас. Он охотит генерала из 7 уровня. Надо ремнант кидать. Да. Он это не делает. Там, если что, он мне слэш есть. Ну, кстати, вот, возможно, под Малрус Панч, он мне слэш и стоило нажать, но там крипы были. Крипы были, да. Скорее всего, на них бы и отпрыгнул. Ну, там как повезет, на самом деле. Могло и подругу. Ну, два раза бы прыгнул, то, скорее всего, вы забрали. Но это опять же, это все рандом. Рандом, чистейший рандом. Эмберспирит. 18 на 2 криптату Эмберспирита. Просто жуть. Просто не подойти на линию. Тебя везде избивают. 7 уровень, джигерноват 8, джигерноват 8. Башню силы тьмы на центральной линии, атакуют. Тебя везде уже, там, просто изничтожающий. У него фейзи готовы. У тебя, вроде бы, тоже есть фейзи, но ты против как раз героев с физическим уроном. Достаточно. Эмберспирит. Да? Силы тьмы и свои сооружения. Джигерноват, например, почти косарь хп и по 11 армора. Сам прикол, ты не можешь ничего джигерновату сделать, потому что, если ты захочешь его как-то повыжигать, он фьюри просто нажмет. Если вы с ним останетесь один на один тттт. У тебя просто зом не слышат. Мясище, как говорят наши аналитики. Башню силы тьмы на центральной линии, атакуют. На базу сейчас немножко восстановить здоровье, после чего бринант вернется. Это поиски. Башню силы тьмы на верхней линии, атакуют. Пт брейсер стики. В жир пошел. Башня силы тьмы на верхней линии разрушена. Здесь разрушила какие-то пока нет. На топе вышку уже упала. Гернаут продолжает спокойно. И по топу собирать он будет Бетон Фьюри. На самом деле, немного непонятно вообще, что происходит, потому что внизу Бетрайдер без блинка каким-то образом хочет кого-то поймать. Но его может закинуть Тинни, если кого-то увидят. Вот, например, как сейчас Гостика спалили. Так, вот спалили, чтобы затакнуть. Да, насыпали. Хорошо, со Скаймагом залили вроде нож. Почему? Да, немного излишняя была. Но в любом случае здесь скорее всего подерутся в плюс. Огромный для себя Рокс Торнадо. Нет, Бетрайдер улетит. Да ладно, какой Гримс! Самый последний момент! Плюс десять чесал, что ли, да. Спасибо. Это минут четыре на одну лепёнку. Всего насчет дуэль не отдала Тинни. Все вообще замечательно было. Ну, отдала ничего страшного. Эмберу ты ничего не можешь предъявить по поводу того, что он тут не появился. Потому что он бомж. Он не имеет ни здоровья, ни урона. И его появление здесь скорее бы привело к тому, что было бы полное вытирание пяти мужчин. Как мы любим говорить. А ну и седой скоро заведется бояком, с которым еще быстрее будет фармить. Вообще джиггернал здесь чересчур хорошо себя чувствует. Шесть пятьсот нетворса. В то время как ближайший эмми 3-600 это бетрайдер. Он у меня суп соперник. Угу. Тут эмбергонится за легионкой. Вообще легионка сейчас могла развернуться и просто его убить. А там, к сожалению, первый кураж. Был бы четвертый, я думаю, она так и сделала. Кинул дуэли и... Не, ну там только лайфстил, в принципе, меняется. А так... Вообще можно было повоевать. Я возьму это как трибут. Седуха. Почти с БФом. Но это ты уже говорил тоже. Немного ранее. Башню сил света на центральной линии, атакуют. Кого-то одного, кого угодно. Скайфа, да, Бетрайдера, кого угодно. В деле, любого кроме Эмбера. Потому что Эмбер еще может на ремнант как-то прыгнуть, а остальные все вообще никак не защищены. Башню сил света на верхней линии, атакуют. Надо его, кстати, дофармить, если что. Он должен найти очередной таргет, который можно утащить. И тут Смоук втроем в чужой лес выдвигают. Он сейчас подсветила иллюзия местоположения Иллидана. Подозревает, возможно, Кингер о том, что придется сейчас спасать. Потому что есть забирательные локиты, на самом деле. Да, так и произошло. Уже ставится Хилингвард. Сейчас все будут фуловыми. Не пойдет, я надеюсь, у нас Скаймак вернется. Но Скаймак на Испа, да-да-да. Он стоит для тизера. Вот сейчас у Испа появится тизер. Он приходит. Его сразу же убивают. Ничего он не успел сделать. Идут спалился. Тут Иллидана еще идет. Должен подсыпать. А, действительно, куда они идут? Смотри, Иллидан насыпал. Хорошо. Но должен быть сейчас, наверное, он мне стоишь. Клопа покраничала. Иллидана немного спилили. Иллидана спилили. Седой дыр. А он мне слышится будет или нет? Да, вот мне тоже интересно. Он собирается нажимать. Нажал. Да, нажал. Вот он на дуэль. Приходит Легионочка. И еще и Глимпс. В итоге уходит Эмбер Спирит. И Батрайдер тоже улетел. Он три фрага в этот раз. Не четыре. Три. А он все же неприятно. Хотя в размен уже в двоих. Что для элементов не так уж и плохо. Да, преимущество порядка пяти тысяч. Сейчас уже, наверное, шести или синий будет после этой вышки. Очень хорошо чувствует себя Рокс. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы тьмы укрепили свои сооружения. И так далее. То есть, думаю, ни у кого вопросов не возникает. Почему так плохо? Где профессиональная игра? Не, мы это уже все рассказывали. Я думаю, повторяться действительно не стоит. Просто интересно досмотреть, насколько быстро Рокс будут завершать эту игру. Мы-то знаем, что это ребята неторопливые. Они могут немножко похолодить. Мы, опять, будем снисходительно относиться к капризам, к чужим причудам. К особенностям команд. То можно терпеть преимущество по наторсу в 30 тысяч, прежде чем подойти к рампе. И для команды Рокскиз это... Ну, этой команды это знакомо. Рокскиз, чё пить Рокскиз, Торнадо, Рокс, конечно же. Для них это вполне себе норм. Каждый раз, когда ты говоришь Рокскиз, Брюс сидеть один волос. Хватит. Еще одна дуэлька. Для гостиков. Сороки от урона имеет. Я как раз у него показатель, это 1632. За время этого матча может нехило подрасти. Ну, в общем-то, да. Сорок дэмэдж уже наворвал. Не так много, конечно, но... Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Сорок урона это порядок. Ну, в смысле, сорок урона, если чё, это метро камера и Клинбора. Башню сил света на нижней линии атакуют. Башню сил тьмы на центральной линии разрушена. Сорок дэмэдж уже обзывается Яшей. Ну, просто в дэмэдж идет. Сноуболл. В теников катились. Будет ли панч? Шедоэльки, по-моему, нету. Да. Твист. Урлогеечный миссур релокейт. Это по какой-то дров? В смысле, Глимпс, да. Я хотел сказать, что уже Глимпс. Релокейт был неплох, но Глимпс просто... Не в курсе, что ли, что вернется там на той. Вашню сил света на нижней линии атакуют. Делька только откатилась, вот, буквально, секунду назад. Появляется, блин, даггер. Райдер потащил кого-то, кого тащат. Сидуху. Сидуха пока живет. Сидуха, если мне слышишь, не взорвался. Сидуха. Не успел гениться. Ну, надо, надо, да, Легионке просто до кого-то добежать. Вот ее сейчас подтягивают, и пошла дуэль. Попадите, 50. Полтосик. Один стюрень. Вторая дуэльтер есть. Прирост. Прирост увеличивается, причем увеличивается основательно. И... А, да, ну там намекают, мол, Эмбер Спирит, ты, может, пойдешь к нам. Но я уже говорил по этому поводу. Что там сделает генерал? Он точно так же придет и точно так же сдохнет. Легионка просто на него нажмет дуэль и убьет его. Может они этого и хотят? А, ну, тогда это многое объясняет. К тому мне претензий нет. И что, Арзик? Руна Баунки. Руна Баунки. Руна Баунки. Руна Баунки. Да, ну, какую-то беленькую его сделать. Кстати, еще беленькой руны нет. Эля нет белой руны. Это рандомная руна должна быть. Рандомная руна? Да. Или смерть. Инстасмерть или рандомная руна? Нет, я бы не брал. Можно тогда из ботла врага напоить? Нет, смотри, там должна быть тогда усиленная руна рандомная или смерть. Не дабл демош, а квад демош. У нас тут продолжается избиение. В этот раз, кстати, тузка нашли. Но и Эмбер Спирит там дерется. Эмбер Спирит, кстати, подрался хорошо. То есть он Арзика почти убил. Арзика, правда, захилили. Он убьет, он убьет. Да. Башню сил света на верхней линии. Открут. Так мы проходили когда-то эту фигню. Ну, просто банальный математический расчет. То, что если легионка даже суицидится каждый раз в размен во время использования дуэли. При этом она ее выигрывает. То рано или поздно, там, минуте к 40-ой, к 50-ой, неважно к какой, она будет просто ваншотить. Она будет прыгать, у нее будет там... Башню сил света на верхней линии. Открут. Башню сил света на верхней линии. Открут. И все. А с нынешним аганимом это вообще не тяжело сделать. Бэтрайдер. Можно стоп-болк, кстати, не нажать, так и происходит. За ним сидельчик летит, вот подсвечивает его периодически и тут гернал нормально закручивает. Башню сил света на верхней линии, атакуют. 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 хороший на том что вообще великолепно дагер тыкается или там пытается найти пресса так бы на себя поверьте он куда у ним он по удауне сейчас у гостика гости думает блин где же моя дуэль сейчас бы еще одну затащить без дуэльки драться совсем не хотят джигер наута на линии оказалось у него просто пулдаун на телекорте еще 25 секунд не может он прилететь помочь своим ребятам 11 15 у кого-то они вдвоем с легионкой убивают в регионке там 6 фрагов 11 у джигер наута йоу это клапаном актом попал клопы 9 да вот легионка там так косвенно участие принимает он попал так герно от двадцатку на двоих имеют а просто леденка про дуэль китай ее задачи кинуть дуэль она заправляется играть помогает немножко команда но сам по себе легионка неплохо сейчас отбивается и возвращается центр залетает на хайграунд может осмотреть ел стоит сладкий но там глимпс сразу же и при за так уже почти готов смоук битрайдер залетает битрайдера увидели и битрайдер упрыгнул но сейчас он стал дам дам как чтобы он перескал неплохой во вторых шли улетел сразу же разрушена будет атакует вот сейчас так гостик обид туда иди кутерка ну прикольно чтобы прям вокруг дуэли маленький колизей выстроился как клетка клетка как восьмиугольник и вообще мы когда-то с ребятами варшоперами общались на эту тему когда еще дизайн вещей был на подъеме было очень много разработок по теме эволюционирующего оружия на легионку конкретно то есть при там плюс 50 атаке 50 и там действительно были очень крутые идеи выглядела это очень классно не знаю почему волк не дали зеленый свет этой задумке но мне тогда очень понравилось прилагал возможную силе что как-то башни сил света на верхней линии давал что-то сказали они очень как это обычно бывает не факт что они тебе отказали не просто не они просто нет это не просто проигнорили были кстати очень прикольные анимированные пушки тоже которые внезапно удалились из воркшопа самые крутые на разоре могли бы быть всякие ну вот а легионку тоже была торнадо пушка называлась то есть верхняя часть алибарды она была вращающейся к форме сверла тоже очень прикольно выглядел что задумали тут что гостик король горы ой висп сейчас будет не королем горы там сейчас могут на меланхоле напасть но у легионки blink не так далеко достает поэтому она вот спрыгивает просто к своим ребятам но у легионки уже плюс 92 я подозреваю что сейчас нападение почти на любого героя закончится его смертью все она будет под приз атак естественно так сама по себе она еще не зале да дизоль и это очень норм можно конечно бы кого если ты типа хочешь потерпеть потому что с уроном у тебя проблем нет света можно что-то на живучесть свет приобрести вот например туз подставлять сразу легионка сразу приз атак да но что вполне себе читалось но вполне понятно на лида на лица на убивают также вид паре лакетит он успевает увести на базу 1 дуэль дуэль не дает башни бегать по парламентам и поэтому не может не используя грибы на плотом в маке спирит начался плит кушать пошла в год в ооо ой и норм я пропустил я прям вижу как ты под огнем тебя метелят просто там блэйдмейл вот эти дела ты отмахиваешься саблями мы же там на планшете на ebay закупаешься башню сил тьмы на нижней линии атакуются секундочку я просто копыри и бабки отжимаю начинает хайграунд бить 23 минута седой месяц и три понятным шалуем а легионки только здесь действительно до полной части подальность плюс 106 а такой тилетан чтобы спокойно барак добить верить отсюда второй вертолет такой полетел силы тьмы и тут и дали добить дали добить под самые злополучными лишний барак по его давить не помешало там 170 хитпоинтов можно просто попробовать на него напасть идет боковать на самом деле можно углубить ему уже чертами часто его может просто убить на самом деле при уже откатим непонятно почему тут ребята так убегают возможно потому что легионки с ними пока нет а вот она на хосте значит забирает хосту и все гостик побежал гостик прибежит о ник отлично еще и глимс драйвер подцепил очередной бинт проезда так ситой идет дальше наваливать передано там бешеный атака спит но в итоге я думаю что мы увидимся с гг может и не увидим но легионка тактика вальяжника со своими плюс 120 перемещается 120 урона ты понимаешь что такое 120 деметра сколько нужно купить всего чтобы получить себе плюс 120 тайт мурт на атаку ну а бисал сотку дает а бисал дает сотку на нижней линии атаку на понятно что обисал есть другие какие-то пичи но тут мир что они у вас навсегда бесплатно и сотки занимают генерал пересобрать сноу-гол панч хилингвард спокойненько так поставил да 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 и льденка тоже так спокойно остановилась смотрела что там с хилингвардом линза появляется еще у дизарпатера то есть 1800 рейнджа недостаточно для глимпса вот двушка это именно то что норма двушка пойдет vision и правда столько нет но в принципе норм двушка это о кич-окич и понятно что остальные сплы тоже дальше работают там всякие кинетик лды можно подальше покидать но шутка прогресс вполне себе актуально урокс не готовы заканчивать эту игру сразу видно слишком небольшой перевес все те же каких-то 20 тысяч легионка суммарной атакой убили убили и заработка его и зверги не убили кенни что там в курьере летит в курьере летит о боковой для гостя когда он решил сыграть более с его вариантом тоже можно его понять атаки дает немного полу для легенки норм легенки норм дают на таки и 4g 4 да да это это норм это норм средний хороший курочек и добрались димедана хотели дуэль метут райдер где-то просил амью луской мага он надеется что это поможет как-то спасать возможно дуэли таивный не мукин ламу легенки просто как раз этот момент бкб поэтому да поэтому его тут совсем не актуален это можно конечно чем не смешно разные себя сразу мне кажется не успеет на самом-то деле еду первого прыжка можно на втором прыжке он уже просто умрет тоже высоко вероятно слотим и на верхней линии разрушен в ваша рачей до кучи на случай если вдруг бьют рошана хорошо они меняют просто сторону потому что бьетного рошана рошана убивает очень долго у легенки дабл дэмэдж в принципе встроенный дабл дэмэдж у него 120 плюс 120 сейчас и тут еще атакуют сверху коза 20 там блюда урагина разрушены коза и юс милию скобили не прошу лишь на убили убили рошана и в сторону потеряли конечно фланг роге рог скис не будут отходить час как можно драться ниже гида вот так вот пациентом глимпс на бэтрайдера и еще и про за так на генерал сика дуэль бруйт просто сайлент приняли дуэлянд решил не принимать участие в замесе вот сейчас поймал только кинника которого увезли гостик остался не удел если на гг неплохо сыграл ну что первая карта первая карта 1-0 брокс ведут заслуженная вполне для них очко видно что элемент я бы не настраивался на какую-то другую деморализованные да я почти уверен что тарай будет тоже точно такой же как бы rocks все правильно нормально героев набрали нормально ими отыграли у элемент вроде бы по героям проблем не было но с исполнением видно что ребята не слишком сильно стараются хотя опять же кто их будет винить они только что проиграли достаточно важную встречу мы это уже все обсуждали не повторяться